МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые лучи восходящего солнца вырвали из сумерек раннего сентябрьского утра серую колонну на мосту. Немецкие солдаты переправлялись через Днепр. Последние несколько дней пехота, машины и повозки шли с востока на запад непрерывным потоком и днем, и ночью. Где-то недалеко гремел бой, и солдаты тревожно поглядывали друг на друга. Вдруг в утреннем тумане послышался звук, заставивший дрогнуть массу в шинелях. Шаг перешел в бег, строй колонн сломался. Приближаясь, нарастал хорошо знакомый рев двигателя и лязг гусениц танков Т-34. На полном ходу танки подошли к переправе, и один даже ворвался на мост. Но в ту же секунду раздался оглушительный грохот. Взорванные три пролета Каневского моста обрушились в реку. Вместе с ними рухнули и последние надежды советского командования на захват переправы, по которой на другой берег нужно было срочно перебросить 30-тонные машины. Советская пехота уже захватила плацдармы на правом берегу, но прорвать оборону немцев без поддержки танков ей было не под силу. После проигрыша немецких армий на Курской дуге фронт безостановочно покатился на запад. 24 августа 1943 года по всему фронту в 1400 километров от Смоленска до Азовского моря советские дивизии пришли в движение. 2 миллиона 650 тысяч человек, 51 тысяча орудий, 2400 танков и 2850 самолетов. В наступлении были задействованы войска нескольких фронтов Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного в октябре 1943 года переименованные в 1-й Белорусский, а также 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. Германское командование, пытаясь обескровить и остановить Красную армию, сделало ставку на Днепр. Реке предстояло стать естественным гигантским оборонительным рубежом перед неприступной крепостью. Ускоренными темпами после приказа Гитлера от 11 августа возводились грандиозные по протяженности стратегические оборонительные укрепления, названные «Восточный вал». Он проходил по Керченскому полуострову, реке Молочной, Днепру в его среднем течении, реке Сош до Гомеля, восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова и севернее Чудского озера по реке Нарве. В период оккупации из Украины в Германию эшелонами отправлялись скот и продовольствие, зерно, транспортные средства и станки. Вывозился даже плодородный чернозем. Украина с развитой металлургией была кладезем полезных ископаемых, бесценных для военной промышленности. В Кривом Роге добывали железную руду, на Донбассе – уголь, в Никополе – марганец, в Запорожье выплавляли чугун и сталь. На Германию шли и вагоны с молодежью Украины, которым предстояло стать «остарбайтерами» бесплатной рабочей силой. Танки Красной Армии рвались к Днепру. Чтобы хоть как-то замедлить их продвижение, командующий группой армии Юг Манштейн приказал оставлять за собой выжженную землю. То, что нельзя было вывести, уничтожалось. Взрывали, сжигали, разоряли. ПЕСНЯ 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 На реках Псел, Сула, Удай, Сырая и Гнилая Оржица отступающие германские войска не оставили ни одного моста. Осенью 43-го разрушенные железные дороги вынуждали советские войска гонять грузовики, подвозившие топливо и боеприпасы за сотни километров. Отставали обозы, тяжелая артиллерия, понтонные парки. Одними из первых вышли в Днепру, севернее Киева, в районе города Лютиш, танкисты 5-го гвардейского Сталинградского корпуса Андрея Кравченко. Кравченко Андрей Григорьевич, генерал-полковник. Танки его бригады прошли по Красной площади на параде 7 ноября 41-го, а через месяц уже освобождали Солнечногорск. С августа 42-го до февраля 43-го под Сталинградом успешно командовал корпусом, после чего тому присвоили наименование гвардейского Сталинградского – участник сражения под Прухоровкой. Богатырское телосложение доставляло генералу неудобства в танке. Находясь на месте командира, за ним просто не закрывался люк башни. Отличался личной храбростью и организаторскими способностями. Танкистов 5-го гвардейского корпуса не смогла остановить даже широкая десна. Не дожидаясь наведения переправы, танкисты, законопатив машины, пошли впрод. Механики-водители вели танки вслепую. Вода доходила до середины башен, но спустя несколько часов они были уже на другом берегу. Но Днепр так форсировать было невозможно. Пехота, используя подручные средства, переправилась и закрепилась на правом берегу реки. Южнее Киева в районе города Великий Букрин форсировали Днепр части 40-й и 3-й гвардейских танковых армий. Справка. Ширина реки под городом Великий Букрин составляла около 600 метров. Для временного моста, способного выдержать танки, нужно было забить почти тысячу свай. Под огнем артиллерии и авиации врага мост возвели за 10 дней. Тем временем немцы успели выстроить прочную оборону. Фронтальным ударом овладеть Киевом, расположенным на высоком берегу Днепра, было практически невозможно. Поэтому командующий Воронежским фронтом Ватутин принял решение разгромить фашистскую группировку двумя ударами с севера и с юга, наступая с Букринского и Лютишского плацдармов. На Букринском плацдарме главной ударной силой предстояло стать 3-й гвардейской танковой армией. С Лютишского наступал 5-й гвардейский танковый корпус. Весь октябрь войска Ватутина пытались пробиваться с плацдармов, но безуспешно. Приближалась зима, а линия фронта словно замерла на линии Днепра. Ватутин решил изменить план наступления и нанести мощный удар с одного плацдарма, используя все имеющиеся силы танковых соединений. Около 40 тысяч человек 3-й танковой армии ночами переправлялись с Букринского плацдарма под Лютиш. Лучшие танковые соединения фронта собирались в один кулак, и теперь танкистам Рыбалка и Кравченко предстояло наступать плечом к плечу. Советские танки шли к Киеву с зажженными фарами и воем сирен, которые Рыбалка приказал установить на машины. Утром 5 ноября советские части перерезали шоссе Киев-Житомир, лишив немцев путей отхода. По извилистой улочке, проходящей через овраги Киевского района Нивки, первые танки Рыбалка ворвались в город. В память о тех событиях эта улица до сих пор носит название Танковой. Советские танки подошли Киеву с севера. В ночь на 6 ноября на улицах столицы Украины было светло как огнем от орудийных и минометных залпов, ракет и летевших отовсюду трассирующих пул. Огнем и гусеницами танкисты прокладывали себе дорогу к центру города. Немцы поспешно отходили, и к утру 6 ноября Киев был полностью очищен от оккупантов. Теперь корпус к почетному наименованию «Сталинградский» добавил еще одно – «Киевский». Очередная годовщина Октябрьской революции и дата освобождения столицы Украины совпали по чистой случайности. В течение всего октября перед войсками ставили задачу выйти к Киеву. Будь у немцев меньше сил, город бы освободили задолго до 7 ноября. В послевоенные годы появилась легенда о юбилейном наступлении, согласно которой войска Ватутина должны были любой ценой освободить Киев к торжеству. В действительности командующий фронтом, не раздумывая, направил танковую армию дальше, на запад, хотя мог развернуть ее на Киев, чтобы взять столицу точно к празднику 7 ноября. Зимой 43-44 годов южный сектор фронта стал ареной колоссального сражения. Почти все советские танковые армии и главные силы немцев были сосредоточены на территории Украины, степные просторы которой как нельзя лучше подходили для танковых битв. В январе 44-го создается последняя сформированная в годы войны советская 6-я танковая армия. Возглавил ее освободитель Киева генерал Андрей Кравченко, ставший за несколько дней до этого Героем Советского Союза. Боевое крещение новая армия приняла уже через несколько дней. К началу 44-го советские войска прорвались к Житомиру и Кировограду. В руках немцев остался выдвинутый далеко на восток выступ в районе Канева. Гитлер в своих планах видел его в качестве плацдарма для контрнаступления. Он еще надеялся выиграть сражение за Украину. Советское командование имело свой план развития событий на этом выступе. Сражение, известное как Корсунь-Шевченковская операция, началось 24 января. Первым в наступление перешел 2-й Украинский фронт. Два дня спустя к нему присоединился 1-й Украинский. Впереди шли танковые армии. 6-я танковая насчитывала 245 танков и самоходных артиллерийских установок. Справка. Самоходные артиллерийские установки, или САУ, представляют собой артиллерийское орудие, смонтированное на самодвижущемся шасси. В отличие от танков, САУ имеет большую дальность стрельбы. Их задача – огневая поддержка войск. Орудия самоходок более мощные, чем у танков, что определяет большую длину и вес ствола и более совершенное прицельное оборудование. Уже на пятый день операции в районе Звенигородки танки Кравченко соединились с 5-й гвардейской танковой армией Ротмистрова, и кольцо замкнулось. В окружении попали почти 60 тысяч немецких солдат. В сводках вермахта они значились как группа Штемермана по имени командира одного из двух корпусов. Две советские танковые армии развернулись фронтом на юг, не давая возможности немцам извне пробиться к взятым в кольцо. Устойчивость немецкой обороны в немалой степени держалась на вере командиров. В случае окружения им придут на помощь. Поэтому часто немецкие соединения не отступали, даже оказываясь под угрозой охвата и обхода. Правда, вера в поддержку была подорвана под Сталинградом. Но теперь под Корсунь-Шевченковским немецкое командование любой ценой решило не допустить повторения разгрома на Волге. Гитлер пообещал окруженным. «Можете положиться на меня, как на каменную стену, а пока держитесь до последнего патрона». Командующий немецкой 1-й танковой армией генерал Хубе радировал в котел всего одну фразу. «Я вас выручу, Хубе». Помимо ободряющих радиограмм, окруженные стали получать топливо и боеприпасы по воздуху. Снабжать 60-тысячную группировку было проще, чем 300 тысяч в сталинградском котле. Для доблокирующего удара немцы собрали крупные танковые силы, существенно превосходившие группировку, которая в свое время пыталась пробиться к окруженной в Сталинграде армии Паулюса. В наступлении участвовали два немецких танковых корпуса под командованием генералов Брейта и Формана. Герман Брейт, генерал танковых войск. 52 года. Участник польской и французской компаний. Опытный танковый командир. В 41-м прошел от Бреста до Тулы, воевал под Харьковом и на Кавказе. Участвовал в сражении на Курской дуге. Веренный ему танковый корпус был сопоставим с советской танковой армией. Сразу четыре немецких танковых дивизии корпуса Брейта, усиленные тяжелым танковым полком Бекке из 80 «Тигров» и «Пантер» атаковали советские позиции. В феврале 1944-го основным танком Красной армии оставался Т-34 с 76-мм пушкой, существенно уступавшей «Тиграм» и «Пантерам». Сохранить позиции под ударом такой мощи было невозможно, и советские танки начали отступать. Немцы захватили деревню Лысянка, но до соединения с окруженными им было еще далеко. На помощь армии Кравченко пришла 2-я танковая армия генерала Богданова. Бои шли в исключительно трудных условиях. Маневр сдерживала оттепель. Если зимы предыдущих лет войны отличались суровостью, то это выдалось на удивление теплой. Дороги раскисли, даже танки передвигались в месиве грязи с большим трудом. Под Корсунем происходили решающие события для всего Восточного фронта. Здесь, у Лысянки, состоялся дебют нового советского танка. Сюда были направлены первые прибывшие с завода на фронт тяжелые танки Иосиф Сталин – ИС. Советский танк ИС стал ответом немецким «Тиграм». Толщина лобовой брони танка составляла 120 мм. Машины ранней модели на вооружении имели 85-мм пушку. Вскоре ее заменят на мощное 122-мм орудие, которое сделает ИС самым опасным противником германских танков. Танки ИС-1 и ИС-2 поступали на вооружение и отдельных тяжелых танковых полков прорыва, оказавших существенное влияние на ход боевых действий в 45-м году при штурме немецких городов. Модернизированные ИС-2 находились на вооружении Советской и Российской армии до 1995 года. Первый бой «Тигров» и «Пантер» с ИСами закончился в ничью. Выбить фашистов из деревни не удалось, но и продвинуться хотя бы на шаг вперед немецкие танки не смогли. После нескольких дней боев чаша весов начала склоняться в пользу Красной армии. Корсунь-Шевченковский все чаще называли Сталинградом на Днепре. В котел посыпались листовки с предложениями сдаться в плен. Через громкоговоритель к окруженным обращался генерал Зейдлиц, взятый в плен под Сталинградом. В котел отправили парламентера. Однако немцы ответили отказом и попытались пробиться из котла сами. Им удалось пройти несколько километров и захватить деревню Шендеровка. До соединения с танками Брейта оставалось не более пяти километров. Сталин телеграфировал Жукову. Прорыв корсуньской группировки противника в направлении Шендеровки произошел потому, что слабая по своему составу 27-я армия не была своевременно усилена. Против прорывающихся немцев немедленно развернули танковую армию Родмистрова. В середине февраля ударили морозы. Брейт форсировал гнилой тикич и двинулся к Шендеровке. Танкисты оборонялись, контратаковали и снова оборонялись. Тигров и пантер оставалось все меньше и меньше. Им не хватало горючего и боеприпасов, которые доставлялись по воздуху. Порой транспортные самолеты просто сбрасывали 200-литровые бочки с бензином, и часть из них разбивалась. Командующий группой армии «Юг» фельдмаршал Манштейн хорошо помнил опыт Сталинграда. Тогда Паулюс отказался пробиваться ему навстречу. Повторять ошибку не следовало, и Штеммерман получил приказ. Своими силами прорываться на рубеж Журженцы к высоте 239, и там соединиться с третьим танковым корпусом. Командиры окружённых дивизий решили, что эта высота находится в руках Брейта, и им нужно только дойти до неё. Вечером 16 февраля взятые в кольцо части уничтожили неисправную и оставшуюся без горючего технику и с наступлением темноты начали прорываться из деревни Шендуровки. Бельгийский нацист Леон де Грель, в то время командир, находившийся в окружении бригады СС Волония, вспоминал. С 22 часов советские батареи накрыли своим огнём центр деревни. Дома горели и словно днём освещали отходившие войска. С этого момента советским корректировщикам работать стало легче. Их снаряды точно ложились в огромную колонну. Каждую секунду нам приходилось падать в снег, чтобы спастись. Вскоре нестроенные колонны немецких пехотинцев ушли во тьму начинавшейся метели. Войскам Штемермана повезло. Наступивший облачный и ветреный день мешал действиям советской штурмовой авиации. Однако у высоты 239 удача закончилась. Высота оказалась в руках советских частей, превративших её в неприступный опорный пункт. Немцы двинулись в обход, и 20 тысяч человек оказались у реки Гнилой Тикич. На противоположном берегу уже находились основные силы вермахта. Предстояло лишь переправиться через реку. Летом она была не шире ручья, но в феврале 44-го, после оттепеля, Гнилой Тикич разлился до 30 метров, превратившись в быструю и глубокую реку без единого мостика. Этот берег стал могилой для многих сотен немцев из окруженных дивизий. С севера к Гнилому Тикичу подошли советские танки. Отход немцев превратился в бегство. Они бросались в ледяную воду, пытаясь вплавь добраться до противоположного берега. Многие тонули. Из котла удалось вырваться примерно половине солдат и офицеров. Командир окруженной группировки генерал Штеммерман был убит. Советские войска взяли в плен около 18 тысяч человек. Воевались! Потом выходи! Поехали по одному сказали! Поехали! 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 СРАЖЕНИЕ ПОД КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИМ Сражение под Корсунь-Шевченковским стало лишь прологом советских успехов на территории Украины. Немецкие танковые дивизии не выдержали и бросили большое количество техники у «лысянки». Эффективно нанести контрудары они уже не могли. В то время, как под Корсунь-Шевченковским гремело сражение, 1-й Украинский фронт с боями продвигался на запад, освободив Ровно и Луцк. В наступлении танковые армии не участвовали. Напротив, активное участие приняла старая добрая кавалерия. В результате продвижения 1-го Украинского фронта образовался выступ, так называемый «балкон», нависающий над позициями главных сил немецкой группы армий «Юг». Две советские танковые армии, выдвинутые к балкону, должны были, нанося удар на юг, выйти в тыл 1-й немецкой танковой армии «Хубе». Наступление началось спустя две недели после окончания битвы под Корсунь-Шевченковским. Войска «Хубе» оказались в щипцах. И к 25-му марта кольцо замкнулось в районе Каменец-Подольска. В окружение попали почти 200 тысяч немецких солдат. Гитлер приказал отправить под Каменец-Подольский эсэсовский танковый корпус из Франции. Удар свежих сил из 300 танков позволил немецкой группировке, бросая тяжелую технику, вырваться из котла и избежать полного разгрома. Так, зимой 44-го года немецкие танковые войска, имевшие техническое превосходство, побеждались умелым маневром и отличным управлением. Убедительные успехи зимнего и весеннего наступлений Красной армии на территории Украины вынудили немецкое командование предполагать, что главный удар летней кампании 1944 года советское командование нанесет здесьше. Было предпринято усиление группы армий «Северная Украина» танками и авиацией. Однако в июне удар последовал там, где его не ждали. В Белоруссии началась операция «Багратион». Немецкий фронт буквально рухнул. На помощь группе армий «Центр» из Украины одна за другой перебрасывались практически все немецкие танковые дивизии. Две оставшиеся немецкие танковые дивизии были выведены в тыл и подчинены корпусу Брейта. Генералу предстояло отвечать на действия Красной армии, парируя ее прорывы контрударами из глубины. 14 июля 1944 года 1-й Украинский фронт перешел в наступление на Львов. Корпус Брейта, стоявший в резерве, выступил для контратаки движущихся колонн русских танков. Однако в воздухе уже господствовала советская авиация. Из воспоминаний генерала фон Меллинтина. «На марше 8-я танковая дивизия, двигавшаяся длинными колоннами, была атакована русской авиацией и понесла огромные потери. Много танков и грузовиков сгорело, все надежды на контратаку рухнули». Советские танковые армии устремились вглубь немецкой обороны. Наступление 1-го Украинского фронта привело к окружению под бродами немецкого 8-го армейского корпуса, оказавшегося прижатым к болотам. В составе окруженного корпуса действовала и гренадерская дивизия СС «Галиция». Справка. 14-я дивизия СС по-немецки называлась «Галиция», по-украински – «Галычина». Ее сформировали из добровольцев, выходцев из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Галиции. В июле 44-го дивизия насчитывала 15 тысяч человек. Командовал ею немец – бригаденфюрер СС Николаус Хейнман. Немцами были и командиры полков дивизии. Осенью 43-го части боролись с партизанами, а летом 44-го в 20 километрах от линии фронта держали второй эшелон обороны. Немецкие военачальники в целом отрицательно оценивали боеспособность дивизии. Из воспоминаний генерала фон Меллинтина. Галицинская дивизия СС, оборонявшаяся в лесу, не смогла оказать сильное сопротивление, и русские глубоко вклинились в позиции нашего корпуса на левом фланге. Все попытки вырваться из котла, окруженных под бродами немецких частей, и дивизии Галиция провалились. И к 22 июля они сдались в плен. Переформированные оставшиеся части дивизии Галиция были направлены на подавление Словацкого восстания. Позже дивизию задействовали в борьбе с югославскими партизанами, а в мае 45-го части Галиция сдались американским и британским войскам. Под влиянием Ватикана, рассматривавшего солдат дивизии Галиция как хороших католиков и преданных антикоммунистов, англичане изменили их статус с военнопленных на сдавшийся вражеский персонал, в результате чего они не были выданы Советскому Союзу. Советские танковые армии стремительно приближались ко Львову. Немцы успели организовать оборону и отбили первые атаки с Востока. Танковая армия-рыбалка начала обходить Львов с севера, а четвертая танковая – с юга. Известие о том, что советские танки появились к западу от города, привело к панике врага, и уже на седьмой день боев немцы оставили Львов. Границу СССР 1941 года войска Красной армии пересекли едва ли не маршевыми колоннами. Захваченный к концу июля Сандомирский плацдарм на реке Висла, позже, в январе 1945, станет стартовой позицией для броска Кодору. Южный фланг Советско-Германского фронта мог бы стать второстепенным участком, если бы не экономическое значение этого направления. Румынская нефть питала немецкую военную промышленность. Гитлер всегда остро реагировал на любые угрозы румынским нефтепромыслам, поэтому предложение отойти на линию Галац-Факшаны, гребень Карпат, поступившая от главнокомандующего румынскими силами Иона Антонеску, не принял. Между горами и Дунаем, в долине реки Сырет, природа создала 80-километровое окно, названное Факшанскими воротами. Здесь, по приказу Антонеску, возводились полторы тысячи бетонных дотов. Ценой сдачи части своей территории Румыния могла быть превращена в мощную крепость, но Гитлер это предложение отклонил. В конце лета 44-го румынский фронт изгибался дугой по Днестру. Оборону держала немецкая 6-я армия. Справка. 6-я армия вермахта образована в октябре 1939 года. Участвовала во взятии Парижа и в летней украинской кампании 41-го. 2-го февраля 43-го года была уничтожена в Сталинградском котле. Вновь сформирована 6-го марта того же года из армейской группы «Холит». Номер 6 оказался неудачным для немцев, но они упорно присваивали его вновь создаваемым армиям, не желая мириться со Сталинградской катастрофой и пытаясь реанимировать боевой дух времен Блицкригов. Тогда немецкая 6-я армия шагала по полям Франции, оккупировала города Украины. Теперь она защищала румынскую нефть. По иронии судьбы, на ее флангах, как и во время Сталинградской операции, стояли те же союзники – румынские 3-я и 4-я армии. Это и решило исход сражения. Советское командование планировало операцию на окружение. 2-й Украинский фронт Малиновского и 3-й Украинский фронт Албухина должны были ударить сходящимися направлениями с целью окружить немецкие войска на Днестре. Танковую армию Кравченко передали 2-му Украинскому фронту. С весны 44-го она не участвовала в боях. После пополнения армия насчитывала более 400 танков и самоходных артиллерийских установок. Будучи единственной танковой армией в южном секторе Советско-германского фронта, ей предстояло обеспечить прорыв советских войск к румынской нефти, а затем продвижение в Венгрию и Австрию. Остальные танковые армии уже нацеливались на Германию. Перед советским командованием стояла задача обеспечения скрытности подготовки операции. В случае раскрытия замысла Ставки немецко-румынские войска смогли бы отойти к Факшанским воротам и занять удобную позицию для обороны. Благодаря накопленному опыту войны маскировка грядущего наступления проводилось столь искусно, что немецкие разведчики ничего не заметили. Немцы ожидали на Днестре лишь атак местного значения. В середине августа генерал Фретер Пико, командующий 6-й армией, докладывал. «Ничего особенного. Повсюду тишина». За день до советского наступления он написал. «Возможно, что-то заварится на нашем правом фланге». Операция, получившая наименование «Яско-Кишиневской», началась 20 августа 1944 года. Немецкий генерал Фильмер вспоминал. Дивизионный командный пункт находился под огнём русской тяжёлой артиллерии. Картина, открывавшаяся оттуда, ужасала. Вся долина Днестра была окутана сплошным облаком дыма. Солнце, светившее с ясного голубого летнего неба, казалось, погасло. Сопротивление румынских частей было подавлено. Первоначально немецкое командование недооценило масштабы происходящего, считая наступление атакой местного значения. Только на третий день боёв 6-я армия получила приказ отходить. Вскоре отступление перешло в бегство. Картина отступающих колонн немецкой пехоты становилась типичной для конца войны. С воздуха войска постоянно утюжили штурмовики Ил-2. Немецкая 6-я армия, отходящая на запад, стремилась к переправам реки Прут. Но к узлу дорог Хуши немецкие части вышли одновременно с советскими танками. На полном ходу 34-ки врезались в обозные колонны, давя орудия, повозки, машины. Подошедшие советские пехотные части заняли оборону фронтом на восток. Немецкие части безуспешно пытались пробиваться другими путями. На следующий день в небо взлетела белая ракета. Советские пехотинцы встретили её дружным «Ура». Это означало, что с юга подошли части 3-го Украинского фронта Толбухина. Немецкая 6-я армия оказалась в окружении. Остатки её частей отступили за Сырет. Бойцы Красной армии, воодушевленные победой, шутили. Русские на пруд, румыны населят. На четвертый день сражения румынский король Михай, вызвав во дворец маршала Антонеску, потребовал от него немедленно сложить оружие. Маршал отказался, призывая сражаться до конца. Народный комиссариат иностранных дел СССР выступил с заявлением, что Советский Союз не имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской территории или ущемить независимость Румынии. Уже на третий день после ареста Антонеску румынская армия начала боевые действия против немцев. Однако немецкие войска, сосредоточенные в Румынии, ещё не потеряли свою боеспособность. Командование вермахта попыталось захватить власть в стране, развернув на Бухарест зенитные части, оборонявшие нефтепромыслы Плоэшти. 6-я танковая армия получила задачу прорваться к Факшанским воротам, лишив противника возможности закрепиться на этом рубеже. Стремительным броском танкисты вышли к Факшанам и пробились через построенные укрепления. Надежда Гитлера закрепиться в Румынии рухнула. Танковая армия устремилась дальше к нефтяным месторождениям Плоэшти. В 60 км от них находилась румынская столица. Танкистам предстояло выполнить непростую задачу – выйти к нефтепромыслам и к Бухаресту. Советская танковая армия могла стать надежной опорой короля Михая в борьбе с рвущимися к Будапешту немцами. Через три дня танкисты захватили нефтепромыслы, а на четвертой вышли к столице Румынии. Немецкой группе армий оставался один выход – отступление через Карпаты в Венгрию, союзницу Германии. Однако вырваться из Румынии удалось немногим соединениям. После нескольких безуспешных попыток прорыва окруженная 6-я армия немцев в начале сентября 44-го была окончательно разгромлена. Если для разгрома 6-й армии Паулюса потребовалось два месяца, то 6-я армия Фретер Пико была разбита в течение двух недель. По итогам Яско-Кишиневской операции советская 6-я танковая армия получила звание Гвардейской. Это почетное звание армия завоевала всего за 8 месяцев своего существования. В то время, как на остальном советско-германском фронте шли бои местного значения, на юге всю осень 44-го примело сражение за Венгрию. Лишившись румынской нефти, Гитлер судорожно цеплялся за венгерские нефтяные месторождения. Советские танковые и стрелковые части, несмотря на распутицу, медленно, но верно продвигались к венгерской столице Будапешту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пополненный после поражения подо Львовом. В составе 2-го Украинского фронта наступала 6-я гвардейская танковая армия. Атаковать Будапешт в лоб силами танковой армии было нецелесообразно, да и на узких улицах города возникали сложности с маневрированием. Поэтому танковую армию направили в обход по правому берегу Дуная. Советский удар привел к распылению сил немецких танковых войск. Это позволило соседнему 3-му Украинскому фронту форсировать Дунай и обойти Будапешт с юга. Окружение венгерской столицы состоялось на Рождество 44-го года. Крах немецкой армии под Будапештом заставил Гитлера произвести кадровые перестановки. Фюрер вновь возродил 6-ю армию, назначив командующим Германа Балька. В задачу армии входило снять блокаду окруженных в Будапеште войск. Для прорыва в помощь армии предавался танковый корпус СС, переброшенный из-под Варшавы. Гудериан, исполнявший обязанности начальника генерального штаба, протестовал, но Гитлер был непреклонен. Несмотря на ожесточенные бои в течение всего января 45-го, пробиться к Будапешту немцам не удалось. Советское командование направило окруженному гарнизону ультиматум. Он был отвергнут, а парламентеры убиты. Длительное и упорное сражение за город завершилось капитуляцией гарнизона 13 февраля 1945 года. Танкисты к 7 января подошли к переправам у города Коморна района венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Гитлер по-прежнему сохранял интерес к Венгрии. Направляя туда с западного фронта 6-ю танковую армию СС, состоящую из элиты танковых войск Рейха, фюрер собирался нанести поражение советским войскам и восстановить линию фронта по Дунаю. Затем дивизии предстояло вернуться в центр советско-германского фронта для защиты Берлина. Соответственно перед советскими фронтами в Венгрии стояла задача разгромить и сковать сильнейшие соединения противника, тем самым облегчая своим войскам штурм логова фашизма. Появление 6-й танковой армии СС в Венгрии не осталось незамечено советской радиоразведкой. Советские армии срочно усилили бронетехникой особого рода. В начале марта 45-го года из 400 танков и самоходных артиллерийских установок 3-го Украинского фронта 80 единиц составляли новейшие самоходки Су-100. Такого количества этих мощных истребителей танков в это время не имел ни один фронт, даже стоявшие на подступах к Берлину войска Жукова и Конева. Су-100 – самоходно-артиллерийская установка класса истребителей танков. Создана на базе танка Т-34-85. Ее 100-мм орудие пробивало броню любого немецкого танка с дистанции 2 км и более. По данным за 2007 год, еще находилась на вооружении ряда стран. Начавшееся в марте у озера Балатон последнее немецкое наступление Второй мировой войны вскоре завязло под огнем советских самоходок. В середине марта недавно сформированная 9-я гвардейская армия под командованием генерал-полковника Глаголева ударила во фланг и тыл прорывающихся к Дунаю немецких танков. Однако удар свежий, хорошо укомплектованной армией резерва Ставки не дал ожидаемого результата. Тогда 9-ю гвардейскую усилили танковой армией Кравченко, и советское наступление начало набирать обороты. Войска 2-го и 3-го украинских фронтов гнали элитные эсэсовские дивизии, заставляя их отходить на запад, в Австрию. 6-я гвардейская танковая облегчала задачу своим сестрам – четырем танковым армиям, сосредоточенным на берлинском направлении. В начале апреля советские танкисты и пехотинцы вышли на подступы к Вене. Танковая армия была использована для традиционного маневра с обходом и охватом австрийской столицы. Вену взяли за три дня до начала битвы за Берлин. Сражение под стенами Вены не станет последним для воинов 6-й танковой. Когда над Рейхстагом уже будет развиваться Знамя Победы, в Чехословакии группа армий «Центр» фельдмаршала Щернера еще продолжала сопротивление, и советские танки устремятся к Праге. 6-я гвардейская танковая двинется из района Бурно. С севера к Праге устремятся танковые армии 1-го Украинского фронта, которым и предстоит первыми ворваться в столицу Чехословакии. Однако кольцо вокруг группы армий «Центр» замкнется только после того, как к городу подойдут войска Малиновского и армия Кравченко. Последняя мечта войск фельдмаршала Щернера сдаться в плен американцам рухнет. Войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов захватят в плен около 900 тысяч солдат и офицеров германской армии, в том числе 60 генералов. Но это будет лишь в мае. А в начале апреля 1945 года советский геймштаб только готовил план решающей битвы Великой войны. План Берлинской операции. План Берлинской операции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok